Всем привет! Сегодня 17 октября. Кто внимательно следит за моим каналом, тот знает. Сегодня мы провожаем нашу сестру назад в Киров. А сами остаёмся тут, в Ташкенте, в Узбекистане. Он уже нам становится любимым и родным. Нам уже до того здесь всё нравится. Особенно солнышко. Сейчас идём мы в аэропорт. На такси приехали от дома. Легись, ты куда собрался с сумкой? Я сестрёнку провожу. Да, я думал, ты сам поедешь. А сестрёнка останется тут. Она решила в холода умотать. Галя, как ты решилась на это? Я доела ей жара, но ужас. У нас там минус плюс 25. У нас минус 2. Да. Галь, мы очень ждём тебя в рядах наших пенсионеров. Нет, ты ещё работающий. Ты не настоящий пенсионер. С доверением показать? Нет. Если ты работаешь в полупресенье. Да. Ребята, мы не взяли с собой международные паспорта. Наверное, или туда. Так, сейчас... Потому что они у нас на прописке, на временной. И нас чуть не застоприли. Чуть Галя одна у нас не уехала. Но потом мы просились по российским паспортам. Поехали на регистрацию. Тут вообще машины, по-моему, заходят. Зашли в аэропорт. Ждём, когда объявят регистрацию. Ну, сейчас 10 часов. Вылет 12.55. Ну, то есть мы прибыли за 3 часа до отправления. Будем ждать, как пройдёт регистрация. Как её заберут от нас. Так, и мы поедем домой. Ой, на входе-то как не хотел запускать-то нас, провожающих. Мы говорим, у нас нет международных паспортов. Да, ему было пофиг. Одного человека, кто улетает, того и запускает. Потом согласился на одного человека, провожающего. Милиционер. Так, ильгиз говорит, я свою жену нельзя что не оставлю. Он тут потеряется. А он говорит, да я похороняю её. Я говорю, это пройдёт 2 часа. А потом как-то ильгиз говорит, нет, нет, давайте что-нибудь решайте. Давайте тоже её с собой. Ну, посмотрели на мой паспорт, запустили. Ну и слава богу. Сейчас Галя с ильгизом пошли погулять по аэропорту. Ребята, осталось буквально полчаса. И наша Галина пойдёт на регистрацию. Давайте-ка мы с ней поговорим. Сейчас я её посадила в уголочек и решила с ней поговорить. Галина, вот смотри, мы сюда приехали, ну, ты сюда приехала через 40 лет после того, как уехала отсюда. Вот прямо, скажи, вот знаешь, вот первое впечатление, сильно ли изменился Узбекистан с того времени? Люди, природа, хотя даже не брать вот строение все, а вот именно атмосфера вот эта. Ну, отличительная черта узбекского народа – это гостеприимство, улыбчивость, что они даже с незнакомыми людьми всё здороваются. Люди, конечно, не изменились. Такие же добрые, такие же хорошие. Не попало себе вот, на мой взгляд, я вообще попала в другое. Я-то не могу оценивать. Нет, мы-то про гостеприимство узбекского народа знали. Ну, если в сравнении с Россией, то, конечно, гостеприимство Узбекистана – это… Это лучше, чем, ну, вот, если сравнивать с Россией, да? Да, да, да. Потому что, помнишь, ты говорила, что мы приехали с Узбекистана в Россию, как в другой мир. Да, да, это так, это так. И я также приехала, ребята, из России в Узбекистан, как в другой мир. Да. Много чего непонятного, да, но люди это сглаживают всё, вот много чего, да, вот. Уважение, уважение к старшим. Ну, сама ведь видела, что заходим в метро, сразу уступает место. Да, какая бы толпа не была, да. Это, конечно, солнечная, там солнечные люди. Вообще, вот, я могу сказать, что у нас Галина в отпуске была, вот, ну, можно сказать, что впервые, вот, в таком длительном. Отпуска-то, конечно, каждый год бывает, да, но вот так… Ну, по России ездим. Да, по России, по России, по родственникам России. Ага, да, 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 да. А вот сюда вот впервые приехали, да и мы тоже за границу впервые, мы вообще впервые взяли паспорта эти заграниченные, да, впервые поехали. Вот, как вот тебе вообще в отпуске побылось? Замечательно. Спасибо вам, мои родные, что за столь несобываемый отпуск. Очень жалко уезжать, очень жалко. Хотелось бы еще побольше посмотреть. Вау. Ну, и тепло, и тепло, самое-то. Сейчас поеду в Россию, а там минус два. А воздух? Воздух ощутила вот с Кировским? Какой в Кирове отдых? Ой, воздух, и какой здесь? Или ты не поняла? Ну, одно, что там холодно, а здесь очень комфортно и тепло. Тебе только это, да? Комфортно и тепло. Здорово. Да, кстати, вот тоже вот, это Галя говорит, я вообще сгорела первые два дня, а Галя говорит, фу, 30 градусов для меня вообще ни о чем. А тут, ну, еще и 30 дней было. Да. Ну, хотя, хотя вот температура, которая сейчас, у нас такого летом не всегда бывает. Ну, редко, редко. Которая в Узбекистане, в октябре погода, замечательная погода. Кстати, еда тебе была очень даже привычна. Скажи-ка. Да, привычная, вкусная. Она вот, она все ела вообще, да скажи, хоть что ты брала, лагман, лиман, манты, да вот, все, 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 тебе все вкусно. Все вкусно. Мне непривычно, конечно, я и говорила на камеру, мне непривычно. Нет, нет, все, все вкусно. Все вкусно. И муж тоже так, у меня, вот Эльгис, тоже так же, ему тоже было, все вкусно, ему, все, все. Ему сам на... Такой вкус давно забытого детства, что-то можно сказать. Все вкусно, особенно ведь старались, значит, это и это, чтобы все, все перепробовать. То, что успели, попробовали, но не все успели, не все успели, жаль. Мало времени у нас было для этого. Сладости очень вкусные, да, мясо какое, мясо, мясо пахнет мясом. Да, да. Они каким-то, кстати, мы же курицу брали, шашлык, ради тоже понять. Шашлык брали, гриль брали. Да, как вот, курица, ребята, вообще другой вкус. Вообще не тот, который у нас в России. Я даже, мы даже не поняли, чем его кормят, чем эти курицы кормят. Так что, счастливого тебе полета. Очень жаль мне уезжать. Очень жаль. Очень жаль, да. Ну, красивая сказка когда-нибудь заканчивается. У тебя чуть пораньше, у нас чуть попозже. Мы тоже будем уезжать и плакать. Да, и я плакать буду. Ну, в общем, все было хорошо. Так что, ребята узбеки, пожалуйста, не обижайтесь на мои слова. Это, я, знаете, недалекого ума, я же что, я как что вижу, то и это говорю. Все, все нашли, продукты все нашли, все нам вкусно, все нам здорово. И все помогли, опять же, вы, вы, узбеки, все подсказали, все рассказали, куда пойти, что сделать. Да, Галь? Где бы мы сами? Ведь люди же все подсказывали. А какие таксисты, скажи. Такие разговорчивые, такие обаятельные вообще. Быстро-быстро в любую точку припаркуют, как будто так им надо. Все, вам могут, молодцы. Ну, все, закончим мы репортаж на этом. На грустной ноте? Наоборот. Ну, как наоборот, я уезжаю. Значит, грустно, да? Грустно. Значит, грустно. Да. Через три с половиной часа наша Галина будет в своем холодном Кирове. Нет. И будет, нет, так после вылета. После вылета, да. Три с половиной часа. Ее муж поехал встречать, мы едем в такси, и Галя говорит, посмотри-ка, мы выехали на такси в аэропорт, и мой муж сейчас выехал тоже в аэропорт в Казань, с Кирова в Казань, чтобы встретить Галину. Да, летит она с Ташкента до Казани, потому что до Кирова нет рейса прямого. И там ее муж на машине встретит, это 500 километров от Кирова. Это то же самое, если бы мы сейчас вновь с Ташкента поехали в Бухару даже на километрах. Ну все, вот наш Ельгиз провожает свою сестру. Мы теперь с сестрой будем общаться только по WhatsApp, в Одноклассниках ВКонтакте, по телефону, и она будет смотреть наши видео. Она уже будет знать, где мы были, чего мы, хоть где мы что делали. Буду смотреть вас. Давай, Галя, с тобой будем мечтать о том, что это был только первый раз, первое посещение Узбекистана. Потом когда-нибудь еще съездим. Вдруг. Вот, может быть, придумаю приехать на свой юбилей. Да, в январе. Прилететь на самолете пара пустяков. Раз, три часа и тут. Провела каникулы и поехала назад. Да. Были бы деньги, а улететь, прилететь, приехать можно в любое место. Действительно. Ну все, ребята. Всем пока-пока. Спасибо, Галина, что ты была с нами. Жаль, что это все закончилось. Ну ничего, ничего. Было это лиха беда начала. Это было наше первое путешествие. Мы только-только выходим на пенсию. Мы чуть пораньше, ты чуть попозже пойдешь на пенсию. Так, что... Я на пенсию. Я на пенсию. Ты работаешь. Я пока работала, не считала, что я на пенсии. Я тоже считаю, что... Да как мне так же и П, все равно я работаю. Как будто бы пенсионер. Ну ладно. Все, ребята. Уже, это... Пересохло все. Не могу никак с вами закончить. С Галей никак не могу закончить. Все хочется говорить, говорить и говорить. Все, пожелайте счастливого полета и всем пока-пока.